Если вы сейчас присматриваете для себя карабин в калибре 9х19 или 345, то это видео для вас. Требования к карабинам бывают разные, но все же есть универсальные требования к любому из них. В первую очередь это надежность работы. До того момента, когда новый продукт заработает, всегда проходит определенное время. То, что по задумке инженера и производителя должно показать себя с наилучшей стороны, обычно наталкивается на реальность. Где-то до конца не продумали конструкцию, где-то не учли специфику патрона, где-то использовали не тот материал. В итоге первые образцы барахлят, наружу вылазят разнообразные недостатки, и этот путь проходят не только маленькие производители, но и самые крупные. Вспомнить хотя бы Сайгу 340, которая до массового производства 5 лет каталась по выставкам и обкатывалась внутри спортивной команды Ростех. Даже когда оружие поступило в продажу, кое-какие проблемы остались, но в целом очень долгая обкатка принесла свои плоды. Сегодня я постараюсь кратко и по существу рассказать вам об опыте использования карабина «Аркан» от СОС, Сестрорецкого оружейного завода. Замечу, что это производство находится в Московской области, а не рядом с Санкт-Петербургом, где и был основан Сестрорецкий оружейный завод. Оригинальный, на котором работали Мосин, Дегтярев, Токарев, Федоров. Вряд ли этот СОС имеет какое-то отношение к заводу, основанному по указу Петра Первого. Карабин «Аркан» появился на наших тренировках сразу у нескольких стрелков и произвел плохое впечатление. Ну, обо всем по порядку. Сначала были недонаколы из-за того, что труба раскрутилась, не поставили на локтайт после покраски. Отражатель был немножко неровно поставлен, чуть не догнута затворная задержка, но я приехал, мне все починили без вопросов. Достоинства у карабина есть. Плюсом «Аркана» является наличие встроенной автоматической затворной задержки. Ее нет ни на САГЕ-9, ни на ТР-9, ни на СТМе. Хотя, в принципе, он может туда устанавливаться, но в итоге по некоторым причинам от нее отказались. На СВЦ есть хорошая затворная задержка, которая работает на цевье, но это не автоматическая задержка. А на «Аркане» АЗЗ автоматическая. Карабин по израсходованию патронов ставится на затворную задержку. Третье положение здесь само по себе делать удобно, потому что есть двусторонняя затворная задержка. Вот стандартная на АР-системе кнопка, мы ее видели тысячу раз. Но с другой стороны продублирована довольно удобной, интересной кнопкой, клавишей. А вот так вот реализована затворная задержка. Вот в это место давит подаватель магазина, и она становится на затворную задержку. А сюда давит кнопка. Проверяем сейчас, заряжаем только один патрон, насколько работает затворная задержка на этом карабине. Дошлем патрон, и он сам должен остаться на затворной задержке. Закрыли. Стреляем. На затворную задержку встал. Еще разочек попробуем. Вот клавиша, она оттопырилась, то есть при нажатии должно произойти досылание. Пробуем еще разочек. Зарядили. Дослали. На затворную задержку не встал. То есть, конечно, желательно, чтобы это происходило все время, а не через раз. Еще раз. Заряжаем. Патрон один. Досылает. Сейчас проверим, встанет на затворную задержку или нет. На затворную задержку встал. То есть, в целом, затворная задержка работает, но она не работает в 100% случаев. Качество изготовления алюминиевых частей хорошее. И покраска карабина на хорошем уровне. Кому-то понравится интересный дизайн с большим количеством вырезов. Для меня лично дизайн на третьем месте. Но некоторым людям он очень важен. Я подержал в руках все, что есть из российских арок. Курбатовская 345-я. СТМ, СВЦ, СОЗ. По качеству обработки металла и по эстетическим качествам, мне СОЗ понравился больше всего. Для меня очень важно, чтобы карабин был красивым. Помимо того, чтобы он работал. Я занимаюсь детейлингом, поэтому какие-то внимания к деталям, даже в оружии, для меня это очень важно. Приготовились. Стрелок готов? Готов. Внимание! Время! 2.01 Карабин выпускается без расширителя шахты магазина. А в спорте, при быстрой смене магазина, такой расширитель может очень пригодиться. Ребята сделали пробник, напечатав его на 3D принтере. И уже стало повеселее. Этой пластиковой шахте чуть-чуть поправить угол стенок и будет вообще отлично. Приклад на карабине зафиксирован и полностью не складывается, в силу требований закона о минимальной длине. И на мой взгляд, получился очень длинным. Он мешает при вскидке и при манипуляциях, особенно в плотной одежде. Я бы предпочел компромисс с более длинным стволом, но более коротким прикладом. Болтание магазина это не очень хороший признак. Небольшой люфт есть у любого коробчатого магазина. Но на Аркане люфт магазина в шахте слишком большой. Что потенциально может привести к задержкам из-за неправильного угла подачи патрона. Что и имело место быть. Цена. Стоит 196, по-моему 400. На сегодня цена карабина начинается с 240 300 рублей. Хотя еще недавно они повышали цену до 261 тысячи рублей. Разумеется, дополнительные улучшения будут стоить и дополнительных денег. Я к нему купил ОСМ Райс Арманент 140. Он стоит в линии огня 36 тысяч. Я к нему купил Холосана Емс. Он стоил в районе 48 тысяч. Потом ДТК Альфа Армс под быстросъемную банку 7,5 тысяч. Потом что еще? Длинная труба от Армакона. Не знаю, взаимозачет какой-то был, по-моему. Ну, по-моему, плюс 3 условно. Что еще? Тяжелый буфер у СОЗа стоит 6-6,5. По-моему, 6,5. Потом покраска в Tactical Colors в два цвета стоила в районе 30 тысяч. Ну, 4 глоковских магазина, там 32 тысячи. Это старые цены, да. Потому что сейчас и глоковских магазинов нет. И сам карабин подорожал, и коллиматор подорожал, и ОСМ подорожали. Длина были отражатель. Поднимался наверх, прижимал затвор. И была проблема там с зеркалом затвора, где не цеплял зуб выбрасывателя за гильзу. Отражатель просто вверх вот так поднимался. И, соответственно, прижимал затвор. Поджимал его. Из-за этого ход затвора был неравномерный и с усилием. От этого были, конечно, задержки. А ты помнишь, я тебе предлагал его поставить на локтайд, ты сказал, что не надо на локтайд пока что. Ну, теперь проверили. Проверили, но не держится у меня локтайда. А у меня локтайда нет с собой. Стандартную комплектацию там входил, я не знаю, по весу называется, но какой-то буфер, который немножко иногда недозакрывался. Я не знаю, чем это вызвано. Скорее всего, это вызвано тем же, что был раскручен немножко гайкоприкладом. То есть на моменте еще сборки. Но я сразу, как только у меня появились первые недонаколы, помимо того, что мы подкрутили гайку, поставили на локтайд, я сразу и поставил тяжелый буфер, чтобы еще и снизить отдачу. Ну, сработало. Снизилась отдача. У нас сломался ударник. Вытащи, давай посмотрим, как он выглядит. Настрел 1350 сейчас. Мне его надо, наверное, ребятам дать, чтобы надо работать. Так, берем СТМ-овский ударник. СТМ-овский-стандартный милспековский ударник от любой арки. Посмотрим, сравним их по габаритам. И мы видим, что они разных габаритов, стандартные, короче. Они сделали его другой по форме, ну, типа вот, чтобы кончик не ломался. Он и не ломается, но он при этом длиннее. И в 345-м же капсули, по-моему, винтовочные. А это под Алтай, под пистолетный. Да, возможно. Он не под Алтай, под 223-й калибр. Ну, такая вот история. Пришлось им сделать свой ударник под 345-й калибр. Это стандартная история. Это распулился патрон. Скорее всего, старая серия. Такое бывает. Нет, мартовская. Мартовская, да. Ну, короче говоря, пуля в стволе. Скорее всего, она плохо была закреплена. Ну, ничего страшного. Сейчас поработает шомполом, и все будет хорошо. При ручном взводе и досыле он не был экстракции. Также отражатель стоял не под тем углом. Плюс еще выбрасыватель, да, не хватал донышко гильзы. И, соответственно, при выстреле патрон не вылетал, оставался там, и постоянно было утыканье. У него магазин. Откручивается, но это, считаю, что, собственно, нужно просто на доктай посадить, и будет все нормально. Это у нас раскрутились пины, но ты на себя берешь пину. Да, это я не закрутил. Это райс и охерен болтик. Теперь минус болтик, да. Ну что, найдешь его? Это не факт, что он, конечно, здесь произошел. Что, реально нашел? Да. Как можно найти в таком снегу вот такую маленькую хреновину, а? Могу сказать, что ты везучек. То есть я только буфер поставил, только УСМ и только ДТК и коллиматор. Это ДТК от СТМ-9. УСМ тоже от СТМ-9. Приклад. Костом Ганс. Болтон. Длинной трубой. А, ну еще 45 градусов предохранитель рычаг. УСМ, ну, наверное, лучший, что я вообще пробовал. Ну, тут у ребят, кто в группе занимается. Ни у кого лучше не видел. ДТК. Сначала я бегал с болванкой, ДТК Ильина. Потом решил, что лучше все-таки, ну, разворочистей и переносы быстрее делать с легким ДТК, который просто, ну, компенсирует подброс вверх. Ну, тут газов мало, поэтому не сильно он компенсирует. Приклад. Приклад Костом Ганс невероятно удобный. Выглядит спорно, но в качестве, то есть эргономика очень хорошая, вкладка всегда идеальная. Теперь то, что касается того, как этот карабин стреляет. ДТК 509, наверное, помягче стреляет. По ощущениям. Этот резче. По стрельбе этот аркан нужно оценивать до и после доработки. Тут я выражу сугубо личное мнение. Если стрелять из карабинов базовой комплектации, то это получается обычная арка в девятке. Такие карабины на базе аэроплатформы обычно отличаются довольно резкой отдачей и, как следствие, приличным уводом. По поводу УСМ. Часто на базовых арках используются УСМы тайваньского производства. Они жесткие, не очень хорошо подходят для динамической стрельбы. А вот если этот карабин дополнить спортивными компонентами, то получится достойный аппарат. И у Евгения в плане стрельбы оказался самый приятный вариант аркана. Важный аспект это сопротивляемость износу. Ее можно проверить только большими настрелами, начиная от 20 тысяч выстрелов. Пока же настрелы на этих карабинах лишь в районе двух тысяч. И о выносливости конструкции говорить рановато. А теперь мой субъективный вывод. Вывод на основе трех конкретных карабинов, прошедших несколько тысяч настрела каждый. На мой взгляд, этот карабин начали выпускать рановато. На сегодня главные недостатки по конструкции и главные технологические недостатки не были устранены. Можно понять производителей, которые спешат выложить продукт в продажу. Ведь большие затраты на организацию производства необходимо компенсировать. Поэтому хорошо тем, у кого есть дополнительные средства, которые позволят до момента продажи провести полноценное тестирование. Но тут получилось, что первые покупатели Аркана одновременно стали и бета-тестерами. Они за свой счет выявляли проблемы и боролись с этими проблемами. За счет своих патронов, своих денег, своего времени они доводили до ума этот карабин. Если бы у ребят из SOS была возможность, то наверное следовало бы дать несколько карабинов ребятам на тесты бесплатно. Дать его тем стрелкам, которые много стреляют на тренировках и на соревнованиях. Это бы стало полезным и для производителя, и для стрелков. Производитель без дополнительных затрат получил бы обратную связь. Проверял бы ресурс изделия на чужих патронах. А стрелкам не было бы обидно, что потратив около 300 тысяч своих рублей, они получили неисправный карабин и заботы по его регулярному ремонту. И последнее. Честно скажу, не хочу как-то обидеть или притеснить производителя Аркана. Все блогеры мира и критики с диванов не стоят даже одного-единственного болтика, произведенного своими руками. Любой производитель, особенно оружие и особенно в России, заслуживает большого уважения. Как говорится, не нравится, как сделал кто-то другой, возьми и сделай сам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok